Когда мы говорим о наследии ученых, об образовании в исламском мире, о золотой эре ислама, мы гордимся символами ученых, наследием образования в нашей общине, например, университетом Карауин в Марокко, или университетом Алязхар в Египте, которые считаются древнейшими университетами в мире. Тем не менее, еще один известный университет, основанный мусульманами, о котором редко говорят. Это университет Сан-Коре, основанный в здании мечети Манса-Мусай в 1327 году в Западной Африке. Этот университет начинался как исламская школа или медресе в мечети, а впоследствии стал одним из самых больших университетов на то время, вмещая 25 тысяч студентов и библиотеку из 700 тысяч рукописей. То есть это самая большая библиотека в Африке со времен Александрийской библиотеки. Учебная программа содержит не только исламские предметы, но и науки, математику, философию, астрономию и даже культные науки и медицину. Недавние исследования этих документов показали текст по математике. По нему в этом университете обучали студентов 600 лет назад. И когда этот текст перевели с арабского на французский и отправили в Парижский университет Сорбоны, там подтвердили, что уровень математики, который преподавали 600 лет назад, находится на уровне второго года обучения их математической учебной программы, одной из сложнейших во Франции и в западном мире. Кроме этого, литературная критика древнегреческой философии, подробные книги по медицине, описывающие работу глаза, операции по удалению катаракты и также тысячи стихов с переводом и комментариями не только на арабском, но и на местных западноафриканских языках с использованием традиционной письменности аджами, то есть западноафриканская речь, написанная арабской вязью. Все это было найдено среди тысяч и тысяч рукописей здесь, в этом университете. Там была даже история ученого из Хиджаза, который отправился в Мали, чтобы преподавать в университете. Ему сказали, что ему нужно пройти необходимые десятилетние курсы в университете Карауин в Марокко, чтобы в университете Санкори его признали учеником. То есть, когда мы говорим о центрах обучения в мусульманском мире, таких как Дом Мудрости, Аля Азхар, Карауин и Зайтуна, мы не должны забывать университет Санкори и много других университетов высшего образования, которые в то время существовали в Западной Африке. Продолжение следует...